Нельзя соглашаться ползти, когда испытываешь желание парить. У меня отняли глаза, я вспомнила про Рай Милтона. У меня отняли мои уши, пришел Бетховен и вытер мои слезы. У меня отняли мой язык, но я стала говорить с Богом, когда была молодой. Он не позволил отнять мою душу. Владея ей, я владею всем. Чтобы быть счастливым с мужчиной, нужно очень хорошо его понимать и немножко любить. Чтобы быть счастливым с женщиной, нужно очень сильно ее любить и даже не пробовать ее понять. Жизнь — это волнующее приключение, и самая прекрасная жизнь — это жизнь, прожитая для других людей. Если вы хотите основать новую религию, дайте себя распять и на третий день воскреснете. Штыки «государь» годятся для всего, но вот сидеть на них нельзя. Законы можно насиловать, они не кричат. Никогда не говорите о себе плохо. Ваши друзья, всегда будут это делать в достаточном объеме. Меняйте ваше мнение, сохраняйте ваши принципы, меняйте листья, сохраняйте корни. Если идти с глазами обращенными к солнцу, то никогда не увидишь тени. Природа, как добрая улыбчивая мать, отдает себя нашим мечтам и лелеет наши фантазии. Каждому времени требуется своя психотерапия. Свобода, если ее реализация не сопряжена с ответственностью, угрожает выродиться в простой произвол. Быть человеком означает быть осознающим и быть ответственным. Именно там, где мы не можем изменить ситуацию, мы призваны измениться сами. Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации. Каждый день следует прослушать хоть одну песенку, посмотреть на хорошую картину и, если возможно, прочитать хоть какое-нибудь мудрое изречение. Ограниченный честный человек часто видит насквозь все плутни тончайших дельцов. Часто говорят, что цифры управляют миром. По крайней мере, нет сомнения в том, что цифры показывают, как он управляется. Бедность сама пролагает путь к философии. То, в чем философия пытается убедить на словах, бедность вынуждает осуществлять на деле. Ты и подобные тебе люди считают меня бесполезным. Но вы сами виноваты в этом. Я вам кажусь бесполезным только потому, что не льщу вашему честолюбию, не укрепляю вас в ваших глупостях и не толкаю вас вперед по пути, ведущему вас к погибели. Безумные слепые люди, подумайте, разве не пользу приношу я вам этим самым обличением? Из этой жизни хорошо уйти, как Спира, не жаждая, но и не упившись. Мужчина должен любить трех женщин, ту, которая его родила, ту, которая ему родит, и ту, которая у него родится. Тайны человеческой жизни велики, а любовь самая недоступная из этих тайн. Искусство бесконечно разнообразно. Русские люди, самые изолгавшиеся люди в целом свете. Они чего так не уважают, как правду, ничему так не сочувствуют, как именно ей. Любовь, она как колбаса, бывает филейная, а бывает и вареная. Это уж кто какую предпочитает, как говорится, дело вкуса. В тот момент, когда ты задумаешься о том, любишь ли кого-то, ты уже навсегда перестал его любить. Книги-суть зеркала, вы в них видите лишь то, что уже есть внутри вас. Искусный лжец знает, что самая убедительная ложь, это правда, из которой изъяты ключевые моменты. Понять чужой образ мыслей, все равно, что собирать головоломку, не имея представления, какая картинка должна получиться. Делать все с открытым сердцем, не самая хорошая идея. Сердце должно оставаться закрытым, так оно лучше функционирует. Женщины гораздо лучше мужчин умеют говорить «нет». Составляя свое впечатление о человеке за первые 10 секунд, я очень редко меняю его. Сегодня у женщин есть много возможностей проявить себя. Некоторые из нас даже управляют странами. Но, говоря по чести, нам больше идет радикюль, чем штык. И в бурьяне бывает красивый цветок, а у простых людей мудрое слово. Многие друзья угощению, а не дружбе. Гляди на женские нравы, но не подражай им. Когда участвуешь ты в скачке спора, не горячись, и упадешь не скоро. Ты буйство юности, как зверя, укроти. Отцу и матери всегда служи оградой. Не забывай о том, что мать вспоила нас. Отец же воспитал свое родное чадо. Пусть горьк тот совет, что друг тебе дает, но в нем отравы нет. Есть только горький мед. Труд, жизнь и смысл, но не берись трудиться, когда не знаешь дело, или дело не годится. У человека очень много защитных механизмов, и чаще всего они работают по принципу саморегуляции. Но подсмотрев, как работают хотя бы некоторые законы организма и мозга, человек научился, и может учиться дальше разумно усиливать, и использовать защитные силы. Фактором, наиболее часто и существенно влияющим на состояние мозга здорового человека, являются эмоции. Я не люблю, когда человеческий мозг сравнивают с компьютером. Действительно, он создан так, что я не могу себе даже представить, какие требования жизни могли обусловить появление такого совершенного аппарата. Мозг может настолько многое, что этому не перестаешь удивляться. Творчество является одним из высших, если не самым высшим, свойств мозга, увидеть мысленно то, чего не было, услышать музыку, которой нет, одним из высших, но и уязвимых. Делайте что и как можете, только любите добро, а что есть добро, спрашивайте у совести. Если бы отвечать одним словом на вопрос, что делается в России, то пришлось бы сказать, крадут. Патриотизм не должен ослеплять нас. Любовь к Отечеству есть действие ясного рассудка, а не слепая страсть. Истинная любовь может наслаждаться без чувственных наслаждений, даже и тогда, когда предмет ее за отдаленными морями скрывается. Все болезни, за исключением механических повреждений, происходят от упадка духа. Сила воображения может вызвать у человека болезнь, и может излечить его. Страх ослабляет человека и отдает его на растерзание болезням. Зависть разрушает организм того, кто подается этому чувству. У книг те же враги, что и у людей, огонь, сырость, животные, погода и их собственное содержание. Возвысившись, мы должны пытаться и жить. Стихотворение есть растянутое колебание между звуком и смыслом. Никакое усилие не бывает напрасным.